26 ноября, день Иоанна Златоуста. Святой Иоанн Златоуст, архиепископ Константинопольский, его почитает как одного из трех вселенских святителей и учителей. Это Григорий Богослов и Василий Великий. Он получил хорошее образование, рано стал изучать священное писание, принял христианство, был отшельником в пустыне, где проводил время в молитве и размышлениях. Несколько лет Иоанн писал богословские книги, наиболее известные книга о девстве и книга о провидении, а также другие. В народе этот день еще называли Юрьев день. Сегодня все останавливается в росте, природа замирает, наступает зима. Как правило, в этот день всегда холодно и ветрено. С этого дня зима устанавливает свои порядки, поэтому надо было завершить все работы в полях и на огородах, чтобы земля отдыхала до весны. А постройки укрепить против ветра. Стародавние времена, холопы, холопы – это подневольный рабочий люд, именно в этот Юрьев день могли официально перейти от одного хозяина к другому. Это правило существовало до тех пор, пока его не отменил Иван Грозный. Сегодня лепили пельмени. Считали, чем больше налепишь и съешь, тем более удачливым будет следующий год. Это время даже называли пельменной порой. Фарш делали не только из мяса, но и грибов, рыбы. Вся семья садилась за лепку пельменей. Их лепили много, на несколько обедов. Хранили пельмени во дворе, поскольку погода в это время была морозной. Утром обязательно отправлялись в церковь и молились Иоанну Златоусту. Народ верил в божество мороз. Представляли его в виде старика высокого роста с длинной бородой. Все, до чего дотрагивается мороз, моментально замерзало, превращалось в лед. Приметы. Если сегодня дождь идет и в предыдущие дни шел, это к богатому рожаю. Если сегодня порывистый ветер, который затихает только к вечеру, это коттепели. Звезды Млечного Пути ярко блестят к морозам. Если днем началась снежная буря, то ночью будет мороз. Снег падает крупными хлопьями, наступит легкий мороз. Если сегодня отправиться в дорогу, то дело будет удачным. Сегодня можно лечить нарушение речи у детей. Удача посетить сегодня всех, чье имя начинается на букву И. На леске. Открывайте. Находится клетчатка, которая при чайпике у нас. О чем не забывай? За здоровье. Есть особый день в году, наступает темноту. Новым годом он зовется и для всех людей дается. Шелестят конфет-отверки, там мандарин стоит. И наряженная елка огоньками нас манит. Веселись, веселись, веселись народ. Наступает, наступает Новый Новый год. Он врачу нам несет, он в подарки раздает. Радость и любовь властьет, это Новый Новый год. Снова детство к нам вернулось, волшебство мы жадо ждем. И почок, а не покалом, хоть и счастье в каждый дом. Веселись, веселись, веселись народ. Радость и любовь власть, это Новый Новый год. Ай! Врачу нам несет, он в подарки раздает. Радость и любовь власть ждет, это Новый Новый год. Так, испи, дружок сын внешний, наливай бакал с карди. Загадай свое желание и под звонку ромпопей. Радость и любовь власть, это Новый год. Девушки отдыхают. Радость и любовь власть. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...